МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в последнее время эта сфера начинает набирать большие обороты, увеличивается количество наименований продукции, что дает больше возможностей строительному комплексу Якутии. В эфире «Квадратный метр» смотрите сегодня. Производство строительных материалов в Якутии – ключ к сдерживанию цен за квадратный метр, как влияет этот аспект на стоимость строительства объектов в разных районах республики. Об этом и о многом другом поговорим с руководителем отдела реализации инвестиционных программ Минстроя Якутии Тамарой Ефименко. Якутцемент покроет потребность цементе и клинкере в Якутии полностью. Компания запустила новый горизонтальный шлам-бассейн. Он позволит увеличить производство до 500 тысяч тонн в год. Подробнее в материале наших коллег. Что и сколько производят в Якутии в рубрике «Инфографика». Как влияет на строительство производство собственных строительных материалов? Традиционно сложилось. В республике производятся строительные материалы основного общестроительного назначения. То есть те, которые необходимы для возведения коробки здания. Это цемент, как основной хлеб, можно сказать, строительство. Стеновые блоки, железобетонные конструкции различного назначения. Бетоны, растворы строительные. В общем, все материалы, из которых можно возводить коробку здания. Как правило, это ничего не завозится из-за пределов республики. При строительстве где-то в отдаленных населенных пунктах приходится, естественно, завозить и цемент, и иногда и нерудные строительные материалы, то есть это щебень песок, для того, чтобы на месте приготовить растворы, делать блоки бетонные. Вот как раз вот эта вот отдаленность населенных пунктов, она и оказывает влияние на стоимость строительства. То есть то, что производится в городе Якутске, одна цена, произвести эту же продукцию, например, где-нибудь там в арктических районах в Соскалахе, это совершенно другая цена, потому что там практически ничего не добывается, все необходимо завозить, стоимость высокая. Исходя из этого, сейчас разрабатывается концепция строительства, применяемых технологий строительства. То есть там, где возможно каменное строительство, где это действительно экономически целесообразно, это центральная Якутия. Там, где транспортировка оказывается достаточно легкой, ну то есть можно перевести по имеющимся автомобильным дорогам, по водным транспортам, будет использоваться строительство из каменного строительства. Для труднодоступных удаленных населенных пунктов будут применяться технологии быстровозводимого строительства. Строительство из местных строительных материалов всегда оказывает, ну снижает себестоимость строительства и удешевление строительства стоимости квадратного метра в целом. Поэтому тоже сейчас основная задача направлена на то, чтобы создание производств, маленьких производств в улусах республики, которые бы покрывали небольшие потребности. Ну, производство расширяется, увеличивается, и заводов становится больше, и в северных районах их нужно открывать. Но как дело сегодня обстоит с кадрами, ведь на этих заводах должны работать люди. Хватает ли у нас специалистов с необходимой квалификацией? У нас хорошая база подготовки кадров существует. Это и Северо-Восточный федеральный университет, и техникумы, и среднее специальное учебное заведение, которое выпускает, в общем-то, достаточно большое количество этих профессиональных кадров. В общем-то, рабочие места выпускники могут себе найти. Просто далеко не всегда есть желание идти работать именно на производство выпускников. То, что касается экоцемента, да, это очень специфическое производство. На первом этапе они предполагают пригласить из-за предела в республике специалистов для обучения, но при этом все равно будут привлекаться, конечно, будут привлекаться местные кадры, потому что нужны люди, которые здесь живут и будут работать во благо республики. Якутцемент – единственный производитель цемента в Якутии. Сегодня предприятие выпускает до 320 тысяч тонн цемента и клинкера в год, а республика уже потребляет около 500 тысяч тонн. Недостающий объем поставляет из других регионов России через порт Осетрова. Ухудшение навигационной обстановки влияет на сроки и стоимость строительства. Только компании «Алроса» Якутцемент поставляют около половины всей продукции. И продукт местного производства покупают строительные предприятия и частные лица. Ихнюю продукцию мы используем для железобетонных изделий. После этого наша продукция очень качественная, соответствует всем требованиям. Компания «Адгезия» – один из крупных заказчиков. Сегодня предприятие ведет строительство социальных и других объектов на территории всей республики. С ростом объема работы увеличиваются и потребности в строительных материалах. В данный момент стадион строим. Здесь залили около 12 тысяч квадратов. Маркетцемент дает, маркет М-400. В составе бетона он вполне подходит и соответствует всем требованиям. Для обеспечения потребностей внутреннего рынка Якутцемент с 2014 года приступил к реализации инвестиционного проекта по расширению производства. Третья технологическая линия должна полностью закрыть потребность республики в цементе. Все мы очень переживаем и болеем за то, что мы задумали, а это строительство третьей печи на Якутцементе, свершилось вовремя, в срок, и чтобы мы выпустили продукцию уже в начале 2018 года. А в каком объеме сегодня производят строительные материалы и покрывают ли они существующую потребность? Если брать целиком по республике, то производство местных строительных материалов практически полностью покрывает потребности республики. В незначительных объемах завозится цемент из-за пределов республики. И именно для покрытия вот этого дефицита сейчас Якутцемент реализует инвестиционный проект по строительству третьей технологической линии. Буквально на прошлой неделе был введен в строй первый этап этого инвестиционного проекта. Полностью проект был реализован в 2018 году. Все остальные строительные материалы производятся на месте. Это либо им все-таки приходится строителям, либо приходится завозить из города Якутска, либо при строительстве объекта в отдаленных населенных пунктах они сами изготавливают по месту. Если нет в этом УЛУСе или в ближайших населенных пунктах, нет производителей, которые бы выпускали продукцию, у которых можно было бы ее приобрести. А как себя показали на деле, на практике строительные материалы местного производства? Ну, строительные материалы производятся здесь буквально с 30-х годов. Это одно из самых первых предприятий. Это Покровский завод строительных материалов, который выпускал кирпич. Предприятие, которое, к сожалению, в настоящее время уже закрылось. Из этого кирпича построено очень много домов и в городе Якутске в том числе. Он поставлялся во все УЛУСы республики. Также Бестякский завод ЖБИ, ныне это предприятие «Сокол», которое выпускало 464-я серия. Застроенный город Якутск, очень много застроено домами этой серии. ДСК, выпускающая и поныне выпускающая серию 112. Мы очень гордимся тем, что сохранили это производство. Потому что во многих субъектах Российской Федерации такие предприятия закрылись. И сейчас они воссоздаются по новой. У нас это производство сохранилось. ДСК постоянно работает над улучшением этой серии. То есть постоянно какие-то вносятся модернизации, улучшаются. Далее, что касается строительных материалов. Бетонные блоки тоже традиционно уже производятся. Давно и крупными, и малыми предприятиями, как я говорила. Сейчас и в УЛУСах очень много открыто таких производств. Но нареканий особых по качеству нет в этой части. Ну вот, Саха Базальт, в самом начале было очень много разговоров об их продукции. Было и хорошее, и плохое. Были нарекания по качеству. Как сегодня показывают на практике эти материалы? Предприятие работает над повышением качества своей продукции постоянно. Действительно, в первый год работы у них были проблемы с качеством. Было нестабильное. Но в последующие годы они постоянно занимаются этим. Они имеют сертификат соответствия, который подтверждается ежегодно проверками качества. Выпускают различные марки для нужд республики. Сейчас работают над тем, чтобы предприятиям, которые работают с технологией легких стальных тонкостенных конструкций, не нужно было завозить утеплитель из-за предела республики. И Сахабазальт работает над тем, чтобы выпускать продукцию, которая могла бы использоваться и при этой технологии. А насколько оправданы опасения насчет испарений, которые якобы выходят из этих утеплителей? Минплита считается экологически чистым продуктом. Конечно, при ее производстве в качестве связующего используются фермино-ольфомардогидные смолы. Однако это довольно летучее соединение. То есть по технологии производная минплита определенный период времени должна постоять на площадке. И за этот период все ненужные летучие соединения испаряются. И в дальнейшем процессе эксплуатации они не оказывают никакого влияния на благополучие человека. Какую работу сегодня ведет Минстрой с местными производителями? И есть ли стимулирование компаний? Сейчас в рамках развития местного производства, в соответствии с совещанием, которое было недавно у главы Министерства инвестиционной политики и предпринимательства, поручено разрабатывать механизмы для, ну это в целом будет касаться развития местного производства, в том числе и по производству строительных материалов. Мы будем оценивать эти проекты каким-то образом и рекомендовать их, например, к финансированию. Продолжение следует... Не секрет, что в Якутии одни из самых высоких цен на жилье, и на это влияет сразу несколько факторов. Один из основных – это доставка стройматериалов. И поэтому так важно, чтобы местное производство развивалось у нас. Ведь в конечном итоге это влияет на нас, на потребителей, на людей, которые строят дома, покупают квартиры, пользуются местной продукцией. Это был «Квадратный метр». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова